Авиапассажиры в Америке скоро точно будут знать, кто сидит в хвосте самолета. С 28 декабря там будут находиться агенты Федеральной службы воздушных маршалов США, которые ранее сидели лишь в передней части самолета. Их главной задачей была защита кабины пилотов от нападения. Такое правило было введено после терактов 11 сентября. Но теперь администрация транспортной безопасности решила поменять правила рассадки маршалов. Находясь в хвосте самолетов или в различных частях салона, маршалы смогут лучше наблюдать за пассажирами. Несколько месяцев издания Boston Globe, несколько месяцев назад, оно сообщило, что агенты начинают внимательно следить за пассажирами еще до полета. А с некоторых не спускают глаз и после, когда те забирают багаж. Все это происходило в рамках программы «Тихие или спокойные небеса». С нами на прямой связи пилот-инструктор Дмитрий Авдеев. Дмитрий, здравствуйте. Слышите ли вы Нью-Йоркскую студию? Гарри, добрый день. Приветствую вас. Дмитрий, ну вот логика может быть и понятна. Я пытаюсь просто ее понять, да, и для себя. Я вижу такую картину. Вот если маршал сидел в передних рядах, то он сам мог подвергнуться нападению, хотя до кабины пилотов ему, в принципе, теоретически ближе. Но, как говорил один из представителей федеральной службы маршалов в интервью ABC News, сами маршалы это решение на самом деле не очень-то и поддерживают, потому что оно вот ломает всю систему, по которой маршалы работали уже 17 лет. И там утверждается в этом интервью, что маршал сам должен решать, куда садиться, а теперь все будут знать, что человек в заднем ряду, это вот он, тот, который за нами следит, и таким образом маршалы подставлены под удар. Вот согласны ли вы с такой точкой зрения? Да, но я с этой точки зрения абсолютно не согласен. Мне кажется, корни этой истории исходят из того, что авиакомпаниям более выгодно продавать билеты там на местах ближе к носу, а маршалы это, так сказать, такой мертвый груз, вот, пустой. Эти билеты, они вынуждены, ну, точнее, эти места, они вынуждены отдавать маршалам, которые, значит, вот летают впереди. То есть это экономика и ничего более, вот так вот. Авиакомпании решили на этом сэкономить. Я думаю, что да, но вы вообще подумайте, вот это маршалы, это скучнейшая в мире работа, ведь, по сути, подготовленные люди, которые должны противостоять возможным террористическим каким-то угрозам, вот, практически вынуждены всю жизнь летать на самолетах, и шансы того, что что-либо произойдет в течение их карьеры практически равны нулю. Может быть, за всю свою карьеру они там остановят какого-то пьяного дебошира. Поэтому они вынуждены придумывать всякие такие вещи, что они там начинают отслеживать пассажиров до полета и после полета, якобы какая-то мнимая угроза, чтобы оправдать... Ну, это не они придумали, это уже программа Quiet Skies, это то, что делает Администрация транспортной безопасности. Совершенно верно. Они должны оправдать наши с вами налоги, вот, которые, значит, уходят туда огромными суммами на содержание, значит, этой армии дармоедов. А если вдруг что-то произойдет, не дай бог, вот как? Я понимаю, о чем вы говорите. Да, ничего не может произойти, но обычно, обычно, как раз в таких условиях и тяжелее им же работать, потому что притупляется внимание, потому что за 17 лет с 2001 года, и слава богу, да, что ничего не происходит. Если все вот так вот расслабятся и расслабятся, то не дай бог что-то и случится. То есть в этом плане они должны быть, может быть, еще более сконцентрированы, а очень сложно сконцентрироваться, когда, слава богу, ничего не происходит. Я им тут, может быть, не завидую. Шансы минимальны. Вы знаете, как работает система безопасности в аэропорту. Пронести что-либо на борт опасное практически невозможно. Значит, кабина летчика находится за бронированными дверями. То есть повторить 11 сентября невозможно в принципе. И когда бывали случаи, да, с какими-то там пьяными или там больными пассажирами, ну такие случаи и бывали, я читал здесь в США, вот, то очень часто пассажиры там и усилиями пассажиров и экипажа такие люди, значит, были приведены в чувство или там обездвижены, да. То есть пронести с собой какое-то опасное оружие на борт, ну, сегодня это практически невозможно. Ну вот вы упомянули программу Quiet Skies, а тут много есть о чем поговорить, потому что многие правозащитники заявили, а на основании чего администрация транспортной безопасности устраивает слежку за обычными пассажирами. И там ведь в группе риска были в основном, в том числе и граждане США, и в основном те, кто возвращались из заграничных поездок. И там довольно-таки, ну, приличное количество людей досмотрели, а люди-то сами не знали, что за ними следят. И тут возникает вопрос, на каком основании они не были ранее ни в каких списках подозреваемых, и тут очень серьезный возникает вот такой моральный, может, даже правовой фактор. Да, мое мнение чисто такое, что эти проверки проводятся для того, чтобы оправдать огромный бюджет на содержание этих маршалов, потому что иначе их никто не видит, никто не слышит, и люди тогда зададутся вопросом, а нужны ли они вообще. Понятно, опять же финансы. Хорошо. А вернемся сейчас к тому, что маршалы будут усаживаться на задние ряды в самолете, в салоне. И вот, к примеру, возникает, не дай бог, ЧП где-то в носовой части, или тем более, упаси господи, что-то с кабиной пилотов. И вот начинается в салоне неразбериха. И что, и как маршал доберется через весь салон куда-то вперед? Ну, доберется точно так же, как если бы что-то произошло там не у кабины пилотов, а произошло бы в хвосте. То есть шансы того, что что-либо вообще произойдет, минимальны. Поэтому авиакомпаниям выгодно, так сказать, более выгодно сажать их в хвосте, нежели спереди. Это те места, которые они могут продать там подороже, да? Иконами плюс или вообще там бизнес-класс, если они летают. Ну вот один из последних примеров, он произошел не в небе Соединенных Штатов, он произошел в российском небе, когда Олимпиада в Сочи у нас происходила в 2014 году, да? В 2014 году самолет, рейс, если не ошибаюсь, Харьков-Стамбул. Этот самолет взял курс на Сочи, где в тот момент готовились к открытию Олимпийских игр. И президент России Владимир Путин, он признавался позднее в интервью перед выборами. Он говорил о том, что, в общем, все были готовы к тому, чтобы сбить этот самолет. То есть угроза на борту, ее сложно назвать мнимой. Понятно, что захватывал человек не того уровня и подготовки, и того уровня злого умысла, как это сделали те, кто атаковали башню Близнецы в Нью-Йорке. Но, тем не менее, угроза же есть. Ну, во-первых, маршалы летают далеко не на всех рейсах. Иначе вообще бы не было невозможно содержать такую огромную армию.